добрый день друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая уже день уже время почти 11 может быть кто-то скажет 11 утра для меня уже день для меня день заканчивается поздно и начинается рано а я еще сегодня в няньках друзья мои потому что я сама изъявила такое желание сегодня холодно мороз вчера смотрим на часы вернее на телефон смотрим уже минус 24 потом минус 27 ощущается как минус 28 у коли вообще минус 28 показывает без ощущений без всяких я вообще утром смотрю по сайтам по другим ну и по тем по которым вот смотрим яндекс там и какой еще сайт у нас гесметио обещают утром мороз понедельник вечером вот только будет немножечко немножечко потеплее а завтра вот еще чуть-чуть потеплее так коля говорит как тему ли то повезешь хотя ведь не знаю говорит как нибудь закутаю говорит увезу на санках потому что в коляске уже этот чехол то такой теплый не натянешь он же во всем зимнем давайте он же взрослеет вот на саночках крест для его дома я говорю кирюша сходит к аллергологу один кирюша сейчас будет у меня собираться в двенадцать тридцать у него прием вот кирю оставлять дома я говорит целый день буду и занята мне надо туда-сюда после уроков не знаю неужели сегодня у первоклассников не отменили занятия она звонила я что-то и не спросила но видите занятия это могут отменить учителя все равно в школе потому что у кого-то кто-то из родителей все равно бывает приводят детей может быть сами может сами дети идут я не знаю но бывает что и градусов по 30 а дети все равно идут и все равно идут уроки хоть два человека все равно урок идет в общем бывает даже так но по крайней мере вот у кирюши так было когда он был в начальных классах что например мороз слушаем что сегодня ученики в школу таких-то классов не идут другие вот ребята почему-то в школе может то живет рядом может родители дома оставлять бояться все-таки ведь первый класс 2 в общем не знаю я себя конечно помню первый класс я совсем была другая вот говорят по себе не судят у меня одна жизнь была у кого-то другая жизнь сейчас тем более совсем все по-другому варю суп друзья мои вот капусты нашинковала картошки начистила вчера немного я расстроилась настроил замесила тесто вчера было воскресенье где-то уже после обеда замесила тесто на хлеб пока у меня это тесто поднималась и она пекла оладьев ничего записывать не стала почему потому что народу в доме много да все равно тут и тимуля и катя и коля и все тут чтобы мне не отвлекаться хочется же не ну как хочется я же не буду печи общаться да с родными друзья мы же с вами общаемся все и не стала думаю не буду потом следующий раз буду алашки делать да покажу пышененькие такие они у меня получились нормальные и в общем о чем говорю то я тесто я замесила спать еще хочу не выспалась она у меня как обычно поднялось потому что тут же тепло тут я пеку тут все равно газ работает все потом она у меня поднялось я его положил как положено формы снова и она у меня в общем пока она поднимается включила духовку обычно я когда форму перекладываю где-то наверное они у меня ну я вижу что немножечко уже поднимается и потом я включаю духовку нагревается быстро вчера смотрю уже форма то у меня уже наполовину поднялся снова тесто второй раз она быстрее поднимается я так приметила духовка не нагревается ни в какую выставлено на 190 градусов а у меня 60 у меня 70 еле еле я еще побольше на 200 на 230 уже сделано кое-как 150 только блин и тесто уже не убрать оно уже у меня два раза поднялось уже из формы не вынимать не знаю чуть вынимать не вынимать чего и делать вся расстроилась грюк ольгурю чё делать-то мне как будто он такой профессионал да но это у нас чисто так знаете если о чем-то сомневаюсь может я даже и знаю ответ я все равно грюк оле чё делать ну чё делать говорит не знаю говорит попробую я не знаю что в таких случаях делать я снова я значит уже 250 сделала у меня здесь еще больше вот оно 250 можно да можно до 300 конечно до 300 я никогда не делала но включила вчера 250 еле еле у меня температура друзья мои она у меня еле еле доползла где-то наверное 180 форму уже все хлеб поднялся я их туда пока открывала этот шкаф духовой раз раз быстренько захлопнула его температура снова падает в общем дала себе я зарок что зимой в выходные дни особенно после обеда ничем вот этим вот выпечкой не заниматься потому что у нас здесь очень слабое напряжение вот у нас вот эти вот деревяшки деревянный сектор так их мне еще лариса говорила вас так и прозвали там опытное поле что когда-то эти дома строили но их строили чтобы в этих домах деревянных жили люди которые строили многоэтажки я так понимаю там или дороги может еще что-то да но не планировалось здесь вот разводить вот этот вот поселок жилой сейчас кофе еще пью вот ну тут конечно провели уже потом центральное отопление батареи да вода здесь центральная холодная а горячей-то воды нет друзья мои я к чему и рассказываю что у всех водонагреватели холодно водой горячей все равно люди пользуются больше тем более воскресенье все равно люди дома кто-то моется кто-то еще кто-то моет и видимо уже на на полную мощность у всех все включено может у кого-то холодно еще и обогреватели и все напряжение у нас тут я и говорю опытное поле напряжение у нас здесь всегда зимой страдает электричество иногда даже вот заходишь на кухню да и смотришь свет такой тусклый 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 микроволновка не греет и бесполезно чего-то говорить где-то писать там в управляйку бесполезно тут вообще все наверное эту линию все надо переделать а поселок то у нас вот такой довольно большой вам показывала ну в общем хлеб то я конечно испекла я сейчас разрезала буханочку которая побольше у меня немножко неровно в формах получилось вот пропекло вчера маленькую буханочку разрезали вернее которая поменьше тоже ничего Коля говорит нормально не переживай съедим он не сырой но он такой уж очень какой-то пористый получился все как обычно вот из-за этой температуры обычно в духовочку поставишь и все и печется себе час я уже из форм вынимаю я знаю что хлеб испекся сегодня печь не буду потому что будем вот тот хлеб доедать вот черного еще купили вот такие вот дела с этими духовками а ну-ка да вот так вот в воскресенье начни печь какой-нибудь там бисквит и все он в жизнь не подымется или там пирожки все не в воскресенье не в субботу после после обеденное время тем более даже лучше и потом поставила я конечно запеканку духовка она все я ей дала немножко отдохнуть потом снова нагнала уже температуру делала запеканку но запеканка это одно там все готовое рис с вареным мясом у меня это запеканку делала из начинки которая остается вот начинка для блинов блинов тогда много наделала все заморозку а все начинка осталась я ее по кулечкам порционно и вот потом запеканочку делаю сверху сметаной там или можно сверху майонезом помазать чтобы корочка была такие вот дела сейчас сварю суп Тимуля у меня еще спит даже будить не буду пусть и выспится потому что вчера лег поздно и сегодня думаю пусть он побольше выспится днем спать укладывать не буду чтобы вечером в 9 часов его уже Катя повалила спать а завтра они уже точно в ясельки пойдут картошку буду резать начистила все сейчас я быстренько друзья мои гляну а с утра приехал еще друг Илюшин привез две пары сапог они такие как керзовые но тоненькие такие сапоги у них выдает в организации мужикам и я работала даже мне такие выдавали они по качеству они конечно я вам скажу так себе но все равно мы будем отправлять посылку и ребята то отдали не то что вот там Илюхе выдали сапоги они отдали свои кому-то кто-то нет где-то не подошел кто-то попрочнее может обувь кто-то ходить в этом не может организация она выдает раз в год там вот это фуфайку там еще 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 что-то а вдруг то у Илюхи Коля он ходил получал для Ильи Илья же не уволен он же числится в организации вот ему положено было получить нательное белье там перчатки какие-то в общем-то привез нательное белье и две пары вот этих сапог но они утепленные внутри и говорит если уже вы понимаете уже мы собираем не не просто да вот посылку для Илюхи например да для одного а уже вот собираем что если вдруг мало ли не подойдет да кому-то вот если есть возможность так уже узнать там уже не знаю я говорю Катя мне кажется даже уже у нас будет не пять коробок а наверное все шесть а то и семь потому что все такое объемное валенки коробка будет да ну валенки там чего-нибудь напихаем будет коробка будет отдельно у нас с кашами с консервами будет коробка тоже посильнее их тут свяжем скотчем все вот этой вот пленкой пупыльчатой все это обмотаем сделаем потом будет у нас что отдельно еще какая-то там уже будет чисто для или там еще нательное белье теплое потом нижнее белье какие-то может быть полотенца тоненькие чтобы было хорошо сушить в общем а вчера она пошла тоже по делам тут на квартиру бегала да еще кое-что закупала лекарства целый пакет потому что там все надо все друзья мне надо целый пакет лекарств в общем и заходит я она как неугомонная понимаете я уже говорю катя ну может уже хватит уже нет мама есть возможность я пошлю есть возможность вот это вот это все я не вмешиваюсь потому что тут лишний раз слово скажешь она не то чтобы на взводе она все равно вот она в этой ситуации сейчас живет переживает я молчу вчера заходит целый пакет мне так смешно говорю стало вообще ну чисто по хорошему смешно я пакет открываю ой друзья мои он полный вот этот огромный пакет он полный печенья шоколадки альпингольды милки все 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 то я говорю катя они хотят они хотят я знаю говорит они хотят так вот я говорю трогата примут у нас хоть столько посылок-то мы не почтой России, они хотели почтой России, полевой почтой отправлять. Отправят вот снова через Феникс. Я говорю, да хоть будет, ну, могут столько коробок, могут, говорит, могут. Так что я, говорит, мы все узнавали. И не она, она такая. Все, все девчонки, все собирают, они на телефоне, вот это, вот это надо, а у тебя вот это есть, а у меня вот это такого размера, а у меня вот так вот. Ну, в общем, друзья мои, я сейчас хочу сказать огромное спасибо. Я вчера в сообществе написала, но вдруг человек не прочел, может быть, там не всегда выпадает, может, кому-то вот сообщение в сообществе. Я хочу сказать огромное спасибо Оксане Юрьевне за помощь ребятам. Она прямо так и написала, что в помощь ребятам. Спасибо огромное. Вот низкий вам поклон, словесный такой, от души, друзья мои. И вообще спасибо вам, за поддержку. Оксана Юрьевна, я благодарю вас, и Катя также вас благодарит. Спасибо вам большое, Оксана Юрьевна, и дай бог вам долгих лет жизни и здоровья, и удачи во всем. Вот так вот. Так, а я сейчас, значит, что я сейчас сварю? Катя у меня придет только поздно, вечером, ну, наверное, часов, может, в пять, в шесть. Что у меня сегодня Кирюша скажет, аллерголог? Хотела-то, конечно, с ним сходить, но ничего, сходит один. Ничего, парень взрослый. Мне еще вчера подруга позвонила с Каргополя. Мы с ней общаемся редко, а тут так поговорили. Ну, она уж поздно позвонила, то уже где-то, наверное, к двенадцати ночи. Говорит, ты не спишь? Я, говорит, знаю, что ты не спишь. Я говорю, ну, вообще-то, говорю, собиралась она, ну, в общем, поговорили тут обо всем, о нашем, о женском. В общем, как обычно, да, языками, как говорится, зацепишься, да, и начнешь болтать. И в следующем ролике, друзья мои, я расскажу, о чем мы с ней говорили. Не хочу в один ролик тут все пихать. Сейчас вот супчик сварю, у меня там камин топится холодильным, блин, на улице-то вообще. Но сейчас смотрю, минус 24. К вечеру должна температура быть уже потеплее немножко, а завтра снег, обещают снег. И, а если снег, значит, мороза нету. Снегопада. Хочу обычного такого, чтобы было тепло. Знаете, вот такую вот, такая зима. Знаете, как в песне, да, снег кружил и падал, да, земля была прекрасна и чиста. Вот такого снега спокойного хочется, хочется и погулять в такую погоду. А мороз, нет, мороз это не для меня. Вчера с Колей снова сидим, болтаем. Я говорю, Коль, говорю, чего? Все-таки будем на Новый год-то, чего? Квартиру будем украшать или нет? Он говорит, как хочешь, как у тебя будет настроение. Я-то, говорит, что? Я елку, диван поменяю местами, елку с Кирюхой поставим, наряжайте, наряжай. Говорит, хочешь? Ну, может, Саша придет там, может, Тимуля придет, все равно елочка как бы нужна, это понятно, что нужна. Но вот нет у меня пока настроения, вот ну нету, даже нету настроения, что-то там на стол придумывать. Я говорю, вон, рыбку красную купили, засолим, холодца Коля просит. Вот может холодец еще сварю. Да Кирюха холодца не будет. А Кирюша нашему чего? Ему мясной салат, конечно, ест, да питон немножечко. Не знаю, друзья мои, даже что и делать будем. Ой, а что это у меня там такое? Заряд у меня. Ага. Ну-ка. У меня усадится батарея. Ничего себе. Как-то быстро. Я, наверное, не подзарядила телефон. Вот сейчас супчик сварим. У меня, Тимуля, уже кашка есть. Кашку его накормлю. Будем сидеть с ним играть. Если он займется у меня там чем-нибудь, да, так вот буду потом каминчик снова затоплю и о чем-нибудь поговорим. Вчера так хотелось поболтать и не стало, друзья мои, не стало ничего записывать. Думаю, Аллашки покажу потом, как пеку. У меня еще кефирчик есть. Не стало, не подключалась. Думаю, ладно, я и себе отдых дам, и вам от себя отдых дам. А какой отдых? Все равно какие-то дела. Что-то все равно делаешь. Воскресенье на воскресенье вообще не похож. Каждый день какой-то все единый. Вот думаю, много у меня капусты или нет. Наверное, мало. Порежу-ка я еще капусты. Конечно же, вот эти вот все посылки, вот эти все сборы, это выматывает, выматывает сильно. Что там говорить? Сейчас все вот отправим. Обещали пораньше, мы думали, что уже вчера будем собирать все. что сказали, только 20-го числа заберут. И вот до 20-го. Ну, сегодня уже, наверное, Катя начнет формировать посылки все. И я обязательно вам потом все покажу, чего положили, как. Потому что я знаю, что мы не одни в такой ситуации, что кто-то тоже собирает, и тоже так же бегает, как нахлыстывая по магазинам. Я же не говорю, что у меня только дочь одна такая. Я просто рассказываю, сколько это убивает силы всего. Тем более, если женщины, да, они так переживают за своих мужей, матеря, за своих детей, там, бабушки. Тоже так же бегают. И друзья помогают. Я говорю, вон, с утра уже привезли. Даже если раньше мы ту посылку собирали чисто для Илюхи, да, то в этот раз уже Катя уже нацелена на то, что вот это бы надо мамой, и вот это бы вдруг не подойдет. Они там поменяются. А может еще... Вот я говорю, она сладости-то накупила, говорит, они там... Она уже не говорит Илья там, она говорит, они там, они хотят чего-нибудь вкусненького. Ну, первая посылка, видите, все хорошо дошла, и она уже уверена, и я уверена, что и это дойдет. Я все понимаю, конечно. Не на праздник ребята уехали, да, и Новый год-то не Новый год. Кому там, какой Новый год к лишему? Но все равно порадовать-то хочется. Ну-ка ты, посылка из дома. Кому-то может вообще не может, кто-то вообще нет возможности получить эту посылку. Вот такие вот дела, друзья мои. Я не хвастаюсь, тут рассказываю, я не хвастаюсь. Тут хвастать нечем. Тут, как говорится, грех хвастать. Что мы там чего-то стараемся. Просто мне, знаете, мне, друзья мои, мне так дочь, прямо так ее жалко. Вот я говорю, ты себя не изматывай, ты так, ну не живи-то вот этим вот. Нельзя так себя... Я вижу, что она измутана. Вот она этого не видит, а я-то со стороны вижу. Все потому, что тут и квартира. Это хорошо еще, вот есть помощь людей. Хорошо вот в квартире там вот помогут что-то, да, Коля где-то чего-то поможет. Я где-то с Тимулькой посижу. Это вот хорошо. Представьте, вот есть вот женщины, которые вообще вот одни остались. Вот просто одни. Это вот... Ну жалко. А даже вот тему это продолжать, это я опять сейчас сяду, я вся уривусь, как обычно. Ну я говорю, ты не выматывай себя так, ну побереги ты немножко, говорю, свое здоровье-то побереги. Говорю, что ты бегаешь, что вот туда вот. Ну она, ведь она молодая, у нее энергии, конечно, много, она и не замечает даже, что она устает. Я только по ее лицу это вижу, что вот она устает. Ну на больничном тут была с Тимулькой, хоть немножко она вот выдохнула, все. Вот увидит, если этот ролик, посмотрит, она не смотрит сейчас, меня не проглядывает, ей сейчас до этого. увидит, будет меня ругать, что я это говорю. Я тоже, я ведь жалею ее. Так вот. Не только ее, друзья мои, жалею женщин, которые вот в этой ситуации оказались. А где сильно браться? Вы понимаете, тут хоть, хоть что говори, вот хоть что говори, вот говоришь, побереги себя, не нервничать, ну там, побереги, не то, чтобы там, следи за собой, она всегда за собой следит, она все равно, она же и выходит к детям, занятия, все, да. Но она, я вижу, что она похудела, я вижу, что все равно ей глаза уже так не горят. Тут хоть что ей говори, вот хоть что, она, она живет сейчас совершенно в другом мире, в мире, как говорится, забот и переживаний. и одно, думаю, скорее бы это все закончилось. Я говорю, я даже вот не хочу праздника Нового года, только из-за того, что я знаю, что она его точно, этот праздник, она о нем даже не думает, она, у нее даже нет мыслях, я не знаю, она вот Тимульке, наверное, все равно елочку нарядит в квартире, я говорю, давай вместе, говорю, праздник Нового года, она говорит, нет, я хочу побыть одна. В общем, так вот, друзья мои. Ладно, мы не будем о грустном, а то скажете, у тебя тут один вот этот негатив и плохое настроение. Нет, друзья мои, нет, настроение нормальное, потому что все равно себя, если вот так вот гнобить, 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 будет плохо. Все равно надеемся, все на лучшее надеются, все загадывают желание на лучшее, и каждый вечер ты ложишься, ведь каждую ночь ты ложишься спать, и ты все равно, вот я вот, например, я не крещеный человек, но я всегда прошу эти высшие силы, прошу Бога, что сделай так, чтобы все было хорошо, пусть все будет хорошо, даже не было, пусть все будет хорошо, пусть все это прекратится. Вот так вот. Так, а чего я теперь, мне надо газ прибавить, мне еще перчика где-то есть у меня там в холодильнике. А где он у меня? Ларина перчика у меня еще есть, я сейчас это все дело обжарю, с луком, сварю суп, а чего у меня еще сегодня будет? Ой, друзья мои, я лучок достану, он у меня висит тут в моей этой супер сумке от Липтона. Ой, ладно, сейчас разделается она вот немножечко с этими делами и на какое-то время передохнет, потом будут все-таки уже и у детей каникулы, тоже она, они хоть и работают, но все равно, все равно немножечко, хоть на какое-то время она выдохнет и естественно не она одна. Сейчас Тимулечка у меня, бабушка покормит, Тимулечку, пойду к Кирюхе, скажу, чтобы собирался и ему уже через час выходить, друзья мои, сейчас подключусь. Так, друзья мои, чего я сейчас суп доварю, все сделаю и днем у меня, если Тимулька у меня нормально будет чем-нибудь займется, играть, чтобы мне, знаете чего, посидеть в комнате-то, поболтать-то. Включу ему чего-нибудь, не знаю, даже займу его чем-нибудь и ролик запишу, там ведь видите чего, и буду с ним сидеть, телевизор включен будет, там наверняка муртик какой-нибудь, а там уже не записать для чего. Ай! Что-то воду холодную включила, и аж руки замерзли. Как быстро, вот только вот недавно пользовалась горячей водой, что вроде бы когда-то должна течь по трубам теплая, трубы еще не должны остыть, а все равно холод какой. Я каждый раз зиму плохо переживаю, зима для меня, я каждый раз, я жду уже, ну скорее бы уже март, я уже первое марта, я его обожаю, я знаю, что это уже все первое март, это первый день весны, пусть хоть 50 градусов мороза, я уже буду знать, что это наступает календарная весна. Я очень плохо переношу зиму, не знаю почему. сейчас супчик наварим, супа хочу горячего, да и Коля придет тоже супа поест, сегодня наверное в столовую он пойдет у меня обедать, не взял с собой ничего, а он сегодня встал, даже кофе себе не сварил, хотя у меня было все налажено, я же кофе там, например, у меня с вечера уже все намолот кофе, если намолотого нет магазинского, я намолола, засыпала, водички залила, он только кнопочку нажимает, но в основном так стараемся, а сегодня что-то я смотрю, он и кофе не попил, вижу, что кашу-то поел, тарелочка лежит в раковине из-под каши, а кофе не выпил, чай наверное пил, вчера вот заваривала чай себе с листочками смородины, друзья мои, вы понимаете, я не почувствовала, что эта смородина вообще не почувствовала, может я переболела снова что ли, потому что все как запах шампунь, порошок, я наверное говорила, да, бальзамополаскиватель там для волос, потому что зубная паста, мне все кажется один и тот же запах, какой-то химический запах, крем, намазалась Катиным кремом, я говорю, Катя, вообще, что за запах, она говорит, мама, такой запах приятный, Гриньеровский крем, второй Невея, один и тот же запах, представляете, вот такое чувство, как будто вот, какая-то вот, ил какой-то, илом каким-то пахнет, вот такое у меня ощущение, я Коля говорю, Коль говорю, я всяко не переболела, потому что все, все едино, что порошок, что крем, все одним запахом каким-то ужасным, перенесла болезнь на ногах, вот тогда, когда мне было-то, не очень, я бы сказала, вот так, так вот, давай, мимо-то, давай, не кроши, так, ну что, сегодня мне нужно, закажу, Коля сойдет в магазин, за творогом, и завтра, завтра, у меня все равно, Тимулечка пойдет завтра в ясеньке, завтра уже будет потеплее, завтра что-нибудь надо будет мне испечь, потому что, говорю, на выходных уже все, на выходных, пока зима, ничего не получается печь, теперь надо и хлеб не замешивать, вставать рано утром, и хлеб замешивать, либо на ночь мне его делать, замешать, да на ночь в холодильник, да, а утром печь, потому что утром-то нормально все, падает напряжение, микроволновка плохо греет, вот так вот, все на этих, на водонагревателя, говорю, у всех, наверное, включено на хорошем, таком усиленном режиме, у меня, например, на усиленном, вот из-за чего у меня и электричество так много нагорело, потому что вот водонагреватель, постоянно, вон у меня кирюшка, пошел мыться, друзья мои, сейчас будет у меня стенка, вода будет сильно-сильно шуметь, я отключусь, я сегодня постараюсь еще выйти, если уже кто меня ждет, а я не пришла, значит, я уже была настолько занята, мне не было возможности, друзья мои, так вот, я постараюсь в любом случае, буду пытаться, все, спасибо вам, что были со мной, спасибо всем, кто на меня подписался, и всего вам доброго.